Здравствуйте, меня зовут Юлия, я живу в Южно-Сахалинске, на острове Сахалин, вместе со своим мужем Арсением, который привезла меня сюда из Сибири. И сейчас я участвую в первом марафоне женственности. Прохожу задания, каждый день пишу отчеты и меняюсь в лучшую сторону. Марафон привнес в мою жизнь больше организованности и стабильности, как раз в связи с моментом, что нужно каждый вечер заполнять отчеты. В первое время это было непросто, когда был не очень налажен сайт, и я стала ложиться позднее из-за того, что довольно поздно начала заполнять отчет, и начала не высыпаться, раздражаться, переживать, что я не успею. И в какой-то момент муж сказал мне, а оно того стоит. Я думаю, что ему просто стало тяжело от моего такого состояния. Я даже ему ответила, нет, оно того не стоит, но я хочу продолжать. И все наладилось, наладилась работа сайта, у нас дома появился интернет через модем, благодаря мужу. И отчеты я стала заполнять раньше, снова высыпаться стала, и процесс пошел. Моя подруга читает мои отчеты ВКонтакте и говорит, что для нее это все время как такое событие, которое хочется. Она даже написала сегодня, что что же я буду делать, когда ты перестанешь участвовать в марафоне, когда марафон закончится. Она говорит, что я стала более искренняя и девочковая, что я двигаюсь в этом направлении, направлении себя, понимании себя. И я это тоже замечаю. Потому как изменяется мой муж, я понимаю, что изменяюсь я сама. Он становится более сильным и крепким. Точнее, даже таким, каким он был раньше. Потому что к началу марафона я подошла с уже опять вновь накопленным багажом мужских состояний. И сейчас, за более месяца марафона, снова возвращаясь к себе женщине, к себе девочке. И ежедневное заполнение отчетов, оно помогает, во-первых, стабильность и организованность принести в жизнь, а во-вторых, увидеть, что в течение дня я сделала для исполнения своих целей и желаний, что я сделала совершенно другого, когда я что-то подумала, сделала такого, что привнесет мне потом в жизнь негатив, когда я сделала больше радостного. Это помогает. Как будто бы ведешь дневник, но еще при этом записываешь больше своих таких откровенных мыслей. А то, что отчет публикуется в открытую, это помогает и другим. Девушкам становиться лучше. Для меня, если честно, было неожиданностью, что мои чё-то читают, потому что я думала, ну кому они нужны? А читают, и люди берут из них что-то для себя. И чудеса начались еще до начала марафона, когда я составила список из 100 желаний, а потом недели через две начала их опубликовывать, заполнять, вернее, в форуме для регистрации марафона, и я поняла, что некоторые из этих желаний уже сбылись. Для меня это было так приятно и неожиданно. И сейчас желание продолжать исполняться не очень быстро, но уверенно. Еще одно из важных моих достижений за марафон, это то, что я стала видеть люди хорошие. Я все меньше и меньше их критикую, или осуждаю, или завидую им в чем-то. Очень сильно мне в этом могло упражнение с резинкой. И я до сих пор, если собираюсь подумать что-то не очень хорошее, как в отношении других людей, так и вообще, уже заранее эту мысль предугадывала, и думаю, так, не буду о ней думать. За последние, наверное, недели-полторы у меня изменилось самоощущение. Я стала спокойнее, гармоничнее, и у меня постоянно какая-то такая внутренняя радость, легкая умиротворенность. И негативные какие-то перепады извне все меньше и меньше на это влияют. Я спокойно продолжаю идти дальше к себе, к исполнению своих желаний и мечтаний. А еще то, что мне дал марафон, это умение, которым я до сих пор учусь, себя не критиковать. Как раз за то, что я не делаю что-то для достижения целей, или делаю все наоборот, или перестать себя критиковать за то, что я там что-то не то съела, или что-то не сделала, или как-то не туда пошла. Стала больше себя принимать. Стала себя чувствовать больше, как река, которая течет в русле, и это русло сама создает. Это основные мои осознания и изменения за марафон, который еще идет. И я думаю, что буду продолжать участвовать в подобных марафонах. Даже сейчас, когда он закончится, скорее всего, я продолжу выкладывать какие-то отчеты о своем прошедшем дне, о достижениях ВКонтакте также, потому что это больше стимулирует даже, чем дневник. И это помогает другим людям, читая мои отчеты, тоже что-то осознавать и менять в себе. Понимание того, что не я одна становлюсь лучше, оно так захватывает дух, что кажется, что весь мир становится лучше. А так оно и есть. Спасибо большое Ольге, Алексею Валяевым, всей вашей команде, всем тем, кто участвует в марафоне женственности, за то, что мы вместе становимся лучше, делаем мир лучше. В какой-то момент, где-то в середине марафона, у меня был кризис, и я думала, ну как так? У всех желания исполняются, у всех все становится хорошо, у всех мужья, какие-то там становятся прям супергерои, а у меня семья на грани развала, что ж такое? Но я продолжала. Я продолжала писать отчеты, продолжала искать хорошее в течение дня, продолжала делать что-то в отличие от своих целей. Все начало выравниваться, все начало идти в плюс, в гору. И мне приятно от того, что я с нами все больше и больше женщины. Спасибо всем нам и желаю всем счастья, удачи и гармонии.